Тепло очага. Население теплого очага боготворит простого кролика. Милые зайчики пасутся по всей территории этого королевства, принося в дома жителей счастье, любовь и радость. Как не стыдно. И в центре у нас, кстати, по-моему, вот как раз золотые приз из какой-то комнаты, и нам надо до них максимально быстро добраться. Надеюсь, у нас получится, потому что если он, конечно, захватит эту комнату до нас, это будет не очень хорошо. Так, давайте, ребят, быстрее. Работаем, работаем, работаем. Давай, давай территорию, надо сейчас сокровищницу нам построить. То есть всегда, когда в центре есть какие-то комнаты, которые нужно захватить... Мы должны построить комнату сокровища, чтобы складывать туда золото. Это как можно быстрее, потому что иначе противник это сделает. А если противник захватит какую-то такую редкую комнату, это, конечно... Но я не скажу, что у него хватит, как бы, ума, да, ей воспользоваться. Все-таки искусственный интеллект еще в то в рифте времена, так сказать, не дорос до такого уровня, да. Но, тем не менее, нам будет проще, если мы быстрее захватим эту комнату. Сейчас мы, как всегда, строим сокровищницу, да, для хранения золота. Бесы, бесы опять тупят, не хотят последний участок, да, у нас пометить, чтобы достроить окончательно. Построим здесь логово. Здесь, скорее всего, столовую. Противник тоже активно добывает золото. Активно отстраивает свою крепость, да. Ну, первое создание, вот, к нам уже присоединился ЖУК, да, то есть одно из самых бесполезных. Сейчас строим столовую. Сейчас также построим тренировочный зал в библиотеку. Кстати говоря, библиотеку, я думаю, можно бы и здесь, наверное, построить, или даже, не знаю, или здесь лучше тюрьму построить. Паук. Ну, давайте все-таки качалку тут построим. Ну, давайте, ребят, ну не тормозите, ну серьезно. Бесы вообще не понимают, да, приоритет задачи. Они как бы бегают непонятно где. Кстати, может быть такое, что противник уже захватил центральную комнату, но мы проверим. Не помню, кстати, что здесь за комната. Здесь у нас открывается какая-то новая комната. Так, ну демонята, естественно, как только тренировочный зал построен, сразу идут демонята. Здесь, я думаю, мы у нас сделаем библиотеку. И заодно выкопаем вот это вот все. Золото. Так, у нас сейчас, в принципе, наверное, уже достаточно, чтобы пытаться как-то пробиваться, да, вот, куда-нибудь вот сюда. Давайте, пусть у нас тут займется, да, один раз. У вас талант присоединять новую территорию. Присоединили мы новую территорию. Селимся в бесы и пойдем, кстати, вот, лучше всего вручную. Вот, блин, не могу ориентироваться, у него вид какой-то странный, да, у этого беса. Надо пойти захватить вот ту комнату, да, которая в центре у нас. Какие-то тетки на нас нападают. Какие-то феи, которых он очень быстро перебил, да? Хотя у него ничего, кроме как течи снег. Так. Ваши создания вступают в сражение. Так, а что... А, чтобы сюда пробраться, как раз тут и нужен бес. Понятно все. Поэтому давайте сейчас селимся лучше в беса, да? Да подожди ты. Сейчас главное сделать быстрее, да, чем противник. Интересно, что у нас там за комнатка. Камера пыток. Собственно, новая комната. Это такая комната, куда, короче, вот мы в прошлой миссии, да, захватили тюрьму. И если нам удастся кого-то захватить тюрьму, мы можем их бросить в эту камеру. И там их попробуют перетянуть на нашу сторону, да? Если же существо в камере пыток как бы погибает, то оно превращается в призрака, который является очень хорошим разведчиком. То есть он медленный, но у него есть там всякие фишки, типа невидимости, типа защиты. Типа он даже сквозь стены, по-моему, может ходить, поэтому как разведчик он очень-очень сильный. И, кстати говоря, новые монстры. Это у нас, соответственно, владычицы. Это, собственно, можно сказать, смотрительницы камеры пыток. Они, на самом деле, в бою одни из самых сильных, особенно если их не тренировать в спортзале. Что мы, собственно, и сделаем, наверное. Ну да, вот нам вот про них и пишут. Да, кстати, это вот единственное существо, наверное, на которое камера пыток не действует. Даже более того, они сами любят как бы заходить в камеру пыток и как бы даже пытать себя, да? То есть они, можно сказать, такие мазохистки. Им, кстати говоря, и вот я не помню, их, по-моему, пытками вообще нереально переубедить. Даже если поймать там вражеских владычиц, им как бы не коммунитет ко всему этому делал. Так, построим библиотеку. Разобьем тут у нас золото. Да, наш противник медленнее, конечно, все делает, чем я ожидал. Намного... Мы даже успели перебить всех, как бы, со зданий, да, которые тут гуляли, и захватить за одну и комнату. Сейчас надо еще будет, наверное, построить... Нашим созданиям нужен больше, Сагон. А, больше места для проживания нужно, да, наверное. Ну, давайте сделаем. Кстати говоря, почему-то у нас по-прежнему нет ни одного мага, да? То есть нам, по идее, нужно бы исследовать другие комнаты, там, мастерскую, тюрьму, да, вот, которую мы в прошлый раз исследовали. А чтобы исследовать, то нужны маги. Конечно, в библиотеке кто угодно может работать, но маги это обычно делают лучше, чем все остальные. Но, в принципе, не страшно. Мы сейчас будем владычи стренировать. Они, кстати говоря, по-моему, на шестом, на седьмом уровне, там, получают как раз всякие молнии, ускорения. Там, вселившись в одну владычицу, можно в подземелье просто и в силу армию противника победить, можно сказать, в соло, да? Так, ну чё, придут у нас какие-нибудь маги или у нас только жуки? А, кстати говоря, я ж вспомнил. Можно ж, по-моему, вот так делать. Если нам какие-то... Во, да, если нам какие-то существа не нравятся, да, вот, как бы, ну, скажем так, мы хотим заменить на более полезные, мы можем и хоть взять за шкирку и обратно в портал, как бы, засунуть, да, и они, как бы, обидятся на нас и уйдут. Так, вот, желчный демон к нам пришёл. Ну, это получше, чем жук, конечно. Чё-то пауков у нас многовато, аж целых шесть штук. И все за зарплаты опять идут, офигеть. Так, ну чё-то маги, магов не идут. Мы библиотеку вроде бы построили, а чё толку, собственно, магов-то нету. Давай, блин, захватывай территорию. Чё, мы в этой, как бы, серии, да, как-то немножко кривовато построили библиотеку, хотя, в принципе, я думаю, магам будет норм. Здесь можно мастерскую или тюрьму сделать, в принципе. Камеру, да, вот эту, собственно, камеру пыток мы пока строить не можем, потому что нам сначала нужно захватить. А, всё, маг пришёл, отлично. Так, маг, давай сюда. И давай в библиотеку сразу. Где у нас библиотека? А, Владыч, что, уже достигли пятого уровня. На шестом, как раз, по-моему, будет молния, у них заклинания появятся. А, и, кстати говоря, смотрите, у нас в этой миссии добавляются новые ловушки и новая дверь, да? То есть они пока неизвестны. Ну, как, мне они известны, в принципе. Это вот укреплённая дверь, которую мы в прошлой, да, миссии видели, то есть деревянное железо. И также электрическая ловушка. Вот она намного сильнее, чем газовая, на самом деле. Она, как бы, во-первых, она не бьёт своих, да? И, во-вторых, этот разряд, он, как бы, бьёт очень больно. И он, на самом деле, может там двух-трёх лоинов положить. Она, может, там, до двенадцати раз, что ли, срабатывать. Я уже не помню точно. Ну, а... А, кстати говоря, ещё есть фича-то такая. Ловушки и двери можно продавать. То есть если вот мы нажмём, вот, помните... Разработано новое заклинание. О, ускорение. А, нет, глаз дьявола. Другой немножко. Ну, ладно, тоже полезно. О, видите, разведывает он территорию этот наш соперник. Вот он сам глаз применяет. Офигеть, сейчас будет нападать, скорее всего. Так вот, если мы разместим ловушку или дверь, да, и удалим её, нам дадут деньги. То есть, на самом деле, если проблема с золотом, да, вдруг какая-либо возникает, всегда можно делать там ловушки и, собственно, продавать их, да. О, у нас уже три мага целых. Мост, отлично. Мост — это хорошо. Пойдём сейчас проложим мост в центр карты. Как раз, чтобы наши бесы могли здесь захватить территорию, да? Давай. Захватывайте, давайте, ребят, всё. Что, кто там между собой заберётся? Ваши создания вступают в сражение. У нас вроде хейтеров... А, муха, может, была какая-то, залетела, паук её прикончил. Ну, ладно. О! Собственно, да, сейчас захватят у нас комнату вот эту вот. Вы взяли под контроль новую комнату. А, да, кстати, да, в камеру можно и свои создания, да, тоже, как бы, ну... Помещать, и тогда фишка в том, что, например, если кто-нибудь там плохо себя ведёт, его можно поместить, как бы, да, в камеру пыток, и... Другие существа того же типа, они... Вашим созданиям нужен больший загон. Они, короче говоря, начинают от страха работать быстрее. То есть, если мы сейчас поместим какого-нибудь мага, все остальные маги от страха начнут работать быстрее. Но, в принципе, как бы, мы тогда в любом случае, как бы, теряем, да, на время одного мага, и всё равно, как бы, этот бонус компенсируется, поэтому смысл, как бы, в этом особо нет. В основном камера будет использоваться как средство, так сказать, перевербовки уражеских юнитов, да, если удастся их поймать, конечно. Разработано новое заклинание. Так. О, кстати, у нас уже есть заклинание ускорения, я думаю, можно магов ускорить, чтобы они их быстрее разрабатывали. Чё-то у нас медленный процесс идёт. А мы можем, собственно, пока, я думаю, подобывать вот золото, да, которое тут находится. Вашим созданиям нужен больший загон. Акцелеранты. Разработан проект новой комнаты. Чё у нас-то, мастерская? Да, мастерская, отлично. Мастерскую, наверное, имеет смысл построить... Да, не знаю где. Ну, где-нибудь вот здесь, наверное. Конечно, далековато будет от столовой, но с другой стороны... И дальше будет от магов, то есть им этот шум мастерской, наверное, мешать не будет. Так, золото у нас плавно-плавно заканчивается. А зарплата у нас эти 200-2600. Вашим созданиям нужен больший загон. Так, ускорим опять весы. Чтоб они быстрее бегали у нас, быстрее работали. Во, видите, чё творят, да? Вот только я их, это, упустил из тренажерного зала, сразу пошли в эту, в камеру, да? Мазохистки, блин, фиговые. Не, это... Тренироваться надо, блин. Вам нужно увеличить придёвшую комнату. Так, нужно пауков подальше куда-нибудь посрять. Дайте этим тренироваться. Видели, да, пауки как бы взяли тренировочную комнату? Так, это у нас чё-то... Муха какая-то вражеская причём. Мы её сейчас поймаем. Здесь она задумает к нам полететь. Видите, да, враг? О, всё, враг начал мост строить. Я, кстати, даже думаю, что сокровищницу можно где-нибудь вот здесь построить. Если что, мы сюда сейчас всех наших телепортируем, чтобы они защищали её, да, как бы? Да пусть они лучше сюда складывают золото, хотя тут, конечно, враг уже, я смотрю, мостики свои так это пододвигает. Вашим созданиям нужен больший загон. Разработано новое заклинание. Заклинание лечения у нас. Так, нам нужно, чтобы у нас хотя бы седьмого уровня эти владычицы достигли. О, есть уже... А, нет, пятый. Давайте, я думаю, мы их ускорим. Пусть быстрее тренируются. В идеале седьмого, потому что на седьмом они ещё, по-моему, ускорение заклинания получают. Это вообще... С ускорением вообще... Можно сказать, там вот этих трёх владычиц запустить, да, вот в вражеский центр. Они там, во мгновенно просто всё мечтают. Ну, на данном этапе игры, конечно, потом нужно будет хоть посильнее. Кстати, говорю, опять-таки, на этой карте у нас никаких хороших... Вашим созданиям нужен больший загон. Ой, как он мне задолбал своим. Просто я не хочу, на самом деле, делать ещё больше загон, потому что сейчас придут ещё создания, и денег-то и так много. Хотя, наверное, можно ещё сделать больше. Так вот, здесь нету, собственно, опять-таки, в этой миссии хороших никаких героев. А, ну были вот эти четыре странные феи, на которые мы демонёнком всех убили, да, их они тут... Разработано новое заклинание. Ну, собственно, всё. Вообще нечего разрабатывать. Энергию грозы. Вашим созданиям нужен больший загон. Удар молний. Очень полезное заклинание, как раз-таки. Можно будет сейчас применить его на... Если сюда кто-нибудь вздумает пробраться, мы его можем сейчас долбануть молнией. О! Видели как? Да? Дорогое заклинание, конечно, но крайне полезное, на самом деле. Вот так можно изрядно потрепать противника. Так, давайте-ка еще... Вашим созданиям нужен больший загон. День выплаты жалования. Он от меня не отстанет с этим новым загоном, поэтому я, пожалуй, всё-таки ещё построю, да, чтобы к нам побольше существ пришло. Вот ку-о-о-о, видели, да? Опять вот, вместо того, чтобы возвращаться в тренировочную комнату, опять в тренировочную комнату, опять пошли в эту... А, или они за зарплатой пошли. Всё, я понял. Вы за зарплатой, ребят, пошли. Всё, и теперь в тренировочный зал обратно. А, там, собственно, в одной владычице, оказывается, дом... Она ещё дом себе не построила. Всё понятно. Да, кстати, вот у нас же есть шестого уровня, да? То есть ещё уровень поднять, и всё будет нормально. Блин, я сейчас этих пауков в камеру пыток отправлю. Не задолбали, тренировочный зал у меня занимается. Вам нужно увеличить тренировочную комнату. Так, чё у нас там противник-то строит, свои масты, нет? Так, ну вот как... Нет, ну это просто вот... А нужно увеличить тренировочную комнату. Так, ладно, ребят, не хотите по-хорошему? Будет неплохому. Тем более у нас есть тут паук первого уровня. Вот его, пожалуй, мы. Отправим сюда, чтобы он... Потому что реально... Я не вижу просто другого способа, потому что они реально занимают всю эту... Камеру, да? Эта... Всю эту тренировочную залу не даёт места нашим основным, да, юниту? Вот опять. Так, сейчас можно молнией будет немножко противника потрепать, да? У нас сейчас золота достаточно. Кстати, вот видите, у нас стоит 600 золота. Но вот если мы его держим, да, то стоимость возрастает до 3000. То есть так можно увеличить мощь заклинаний, но при этом бить оно будет намного больнее. Сейчас, подождём, пока кто-нибудь сейчас сюда придёт. О-о-о! И что у нас тут? Обеспокоенное создание. Паук, ещё бы обеспокоенное, а нефиг тренировочный зал занимать. Ладно, не будем его до смерти запытывать. Иди лечись. Ваше создание сердится. Произведена плавучка. Наше создание сердится, оказывается, ещё. Ладно, ладно, на те золоты. Сейчас проверим, сердится он теперь или нет. А, не, всё, довольный. Да, то есть если создание как бы на нас вдруг сердится, да, что мы как бы его ни за что помещаем там... Я, не, я не буду больше их как бы отсюда как бы выгореть, потому что это... Ваши создания атакованы! Кто тут? Ваши создания вступают в сражение! О! Электрубил! Сейчас мы всех тут... О! О, идеально! Смотрите, как они все сейчас сюда идут, мы сейчас всех тут расстреляем. О! Сколько у него осталось? О, у него четыре чувака осталось! Блин, шикарно! Всё! Так, какого у нас там владычица уровня максимально? О, седьмого! Отлично! Так. О, ускорение и молния, отлично! Всё! Пошли! Всё, мы сейчас выиграем! Видели молнии, всех убили сейчас? Какой экшен-то, да? Вообще, прям... Ваши создания выиграют в стратегию! Ваши создания потоколовы! Ваши создания выиграют в стратегию! Ваши создания выиграют в стратегию! Мне, наверное, лучше когтями? Ваши создания атакованы! Кто меня тут атакует-то? Ваши создания выиграют в стратегии! И мага, наверное, тоже лучше когтями забить! Ваши создания выиграют в стратегии! А, всё, больше него под никого и нет. Ваши создания атакованы! А, кто меня бьёт? Ваши создания выиграют в стратегии! О, бесы уже от этого безысходности бьют, на разус. Ваши создания выиграют в стратегии! Ваши создания выиграют в стратегии! Ой, газовая ловушка! Ваши создания выиграют в стратегии! Ваши создания атакованы! Кто меня бьёт? Ваши создания выиграют в стратегии! Брызгайте на дверь! Можно напоследок ещё молнию пострелёт. Не уверен, работает ли молния против зданий. Ваши создания выиграют в стратегии! 인 cutting only Ваши создания выиграют в стратегии! Ну все при помощи, собственно, одного, да, товарища и одной молнии, да, всех, можно сказать, забили, опять-таки. Так, единственное, что, по-моему, где-то здесь, опять-таки, на этой карте должны быть бонусы, мы сейчас проверим. Так, вот здесь кажется, что он должен быть какой-то. Вот здесь прям вот такое ощущение, что он прям вот должен быть. Так, это на что? Блин, еще бы знать, вот что это тут такое. Так, надо бы сюда мост проложить по-быстренькому. Так, я думаю, кстати, когда тренажерный зал уже можно закрывать, это у нас только денег, да, много ест. Пока мы сейчас мост проложим. Все, пусть все отдыхают, все молодцы, так сказать. Просто может, опять будет какой-нибудь бонус, а-ля, типа, перенеси со здания, и я бы перенес кого-нибудь из своих, потому что у меня тут монстры до высокого уровня. Что это у нас обезопасится? А, это мгновенное укрепление стен, так, хорошо. Здесь, у нас наверняка и здесь какая-нибудь бонус, да, есть вот здесь вот. Давайте сюда тоже пророем. Блин, далековато, конечно, мы будем что делать. Жалко тут, вот, единственный плюс второго Dungeon Keeper, это в том, что там можно прямо вот взять, да, и курсором вот зажать и отвезти, и он сразу построит чуть ли не на всю капту, если деньги. А здесь приходится каждую плеточку вручную не уставить. Так, ну все, это, по-моему, последний бонус на этой карте, собственно, которая здесь есть, поэтому... Восьмая. Стоп, или куда-то мы не... А, сюда нам, да, стоп, мы не туда, мы не туда, не туда, не туда. Сейчас проверим, что это у нас тут за бонус такой. Произведена ловушка. Не посмотрели мы, кстати, так, новые двери, да, новые ловушки, можем сейчас... Единственное, давайте ловушку уже ненаком, да, показывать, а дверь я вам покажу, вот деревянная, а вот укрепленная, да, то есть она прочнее, чем деревянная, да, то есть вот... Ее тоже можно сломать, но ее дольше сломать. А электрическую ловушку мы еще увидим в действии дальше, да, в следующих местах здесь просто ненаком показывать, чтобы все врагов увидим. Так, куда коробку унесли, в библиотеку, что ли? О, притащил коробку, это у нас что? Увеличить уровень монстров. Опыт ваших созданий увеличился. И ничего тут больше нету. То есть это точно все эти, так сказать, монусы, да, которые тут есть? Давайте еще на всякий случай проверим. Нет, что-то еще здесь есть. Опа! У меня прям нюх вот на эти секреты, на самом деле. Я вот как знал, что вот не все здесь, хотя казалось бы, да, только два секрета. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вдруг реально какой-то перенос создания, он нам пригодится. Я не помню, честно говоря, что там со следующей миссией. Там уже должны какие-нибудь опять наши... Уже, потому что на самом деле хранители немножко достали. Я думаю, должны быть там эти хорошие ребята нападать на нас в обуви с рыцарями, с магами. Так. И что это у нас? Перевести создание. Отлично. Так. Что-то у нас. Ну, я думаю... Ого! Девятый уровень! Ну, это без вариантов. Значит, владычица девятого уровня мы переносим. Не начинайте! Следующий уровень. Так. Сохраняемся. Игра сохранена! И поехали дальше. Так. Ну, статистикой все понятно. О! Какой-то опять рекорд мы поставили. Следующий уровень. Долина желаний. Этим районом мира управляет прекрасная ледиа. Иди, Кэтрин. Она добрая и справедливая. Никого не садит в темницы и никого не пытает. По каким-то непонятным причинам. Ну, да, действительно. Мы-то немножко по-другому работаем, на самом деле, да? Кстати, тюрьму мы в прошлом этой миссии так и не построили. Но, в принципе, наверное, и не нужно. Сражение. А-а-а-а! Так. О, это... Вам необходимо построить закон для своих созданий. Это миссия веселая. Здесь, короче, у нас... Мы находимся между двумя чуваками. То есть, один это злой хранитель, а второй это добрые рыцари. Да? Мы прям посередине. То есть, можно сказать, между ними. Так, ну давайте, в общем, сейчас нам нужно будет, наверное... Кстати говоря, насколько я помню, у владычицы девятого уровня есть еще одно очень полезное заклинание. Это, по-моему, высасывание жизни. Сейчас мы у нее все лихим. Да, помимо ускорения, она еще вот умеет такие красные лучи пускать, которые будут, как бы, забирать жизнь у вражеского героя, лечить ее. Все, то есть, на самом деле, реально сейчас можно всю карту вот одной ей пройти. Я думаю, может быть, даже напасть вот на того, кто там у нас сидит. Пока у него сколько там? У него четыре чувака только пока. Может, реально на него напасть, да? Я вот думаю, что мы... У вас недостаточно золота. У вас в талант присоединять новые территории. Так, давайте, пес, работаем. Золото захватываем, да? Так, единственное, там у нас лава, по-моему. А, не, не лава. Так. Да куда ты идешь? Надо сейчас, придется ей по лаве немножко побежаться. О, даже почти не повредить. Так. Эээ. Куда ты тратишь-то? Ваши создания атакованы. Что-то охуя. Ваши создания выигрывают шаги. А как бы нам Крайшскому хранителю было попасть, я вот думаю, все. Некоторые ваши фавориты не могут достигнуть сагона. Ну ладно, я думаю, пока не будем. Лучше построим пока столовую, да? Давай, что ты портал заодно прорывайся. Я все-таки думаю, сейчас мы, хотя, еще посоздаем других бесов и вселимся в одного все-таки. Попробуем, я не знаю, это, конечно, не вредно будет для беса, попробуем сейчас перебежать все-таки по лаве, успеть. Ой-ой-ой, больно, больно ему, да. Я хочу просто прорыть сразу туннель к Крайшскому хранителю, чтобы у него таких сильных монстров... Вот, кстати, уже его стены. Ну как бы к нему попасть-то? Все забаррикадировал уже. Мне сейчас напоминает, что мы каскуем какого-то гнома из первой части, который, помните, на нас нападал, да? И пытался найти проход. Вот, вот мы сейчас так же с бесом пытаемся найти проход в это вогово-хранителе. Опа! Отлично! Ребята, вам ответственное задание, пока меня тут... Получим связь с порталом! Вы тут покопайте, да, все? Выкопайте. И пусть создания еще в зале потренируются у меня тут. А мы сейчас при помощи... Нашего мега-бойца... Пойдем... Уничтожать... Сколько у него... А, у него уже 18 чуваков! Блин, сейчас, наверное, сложно будет одной... Ваши создания атакуют врага! То есть, владычицы, даже пусть 10 уровня, да, всех побить, но мы попробуем. У нас есть лайфдрейн, то есть способность похищать жизни. Ваши создания атакованы! Ваши создания вступают в сражение! Ну, по крайней мере, займем этого чувака. Ваши создания выигрывают в сражении! Ваши создания выигрывают в сражении! Ваши создания выигрывают в сражении! Когтями надо, когтями надо! Ваши создания выигрывают в сражении! Ваши создания атакованы! Ваши создания выиграют в сражениях! Ваши создания выиграют в сражениях! Куда дальше-то? Я в тупике, блин. Никого не вижу. Ваши создания выиграют в сражениях! Ваши создания выиграют в сражениях! Давай, щас убиваем! Ваши создания выиграют в сражениях! Вот, что значит воин девятого уровня против восемнадцати воинов первого уровня. Ваши создания выиграют в сражениях! И всех уничтожать. Так, колдунов в первую очередь. Они фаерболми швыряются. Муху вот эту давай. Чё муха такая неубиваемая? Я попасть в неё не могу, что ли? Всё, наконец. Так, а теперь надо подлечиться. Вот как раз в Айвдрейн. Сейчас мы позабираем жизни. Видите, как они жизни восстанавливаются. Ваши создания атакованы. Ваши создания выигрывают стратегии. Значит, можно опять когтями, я думаю, поработать. Мы так и будем бить когтями, потому что когтями она, конечно, больнее бьёт, чем вот жизнь высасывает, да? В жизни вы высасываетесь, нам надо восполнить. Ну всё. А, всё, уже центр подземелья. Ваши создания атакованы. Ваши создания выигрывают стратегии. Ваши создания выигрывают стратегии. Сзади обошу. Демоненок. Он такой мелкий. Выглядит так мелко, на самом деле. Ваши создания выигрывают стратегии. Ваши создания выигрывают стратегии. Так, надо опять ускорение. Ваши создания атакованы. Да кто там? Ваши создания выигрывают стратегии. Маг какой-то опять припёрся. Ваши создания выигрывают стратегии. Тут опять импы припёрлись. Какая-то муха вот неадекватная. Это моя вообще муха или нет? Понятен, ладно. А ну всё, мы, видите, разрушили уже, видите, да? Да, собственно, Владыча что-то уже проголодалась за все это время. Мы, поскольку ей все это время управляли, да, сражались. Отправим её в инкубатор и устанавливать здоровье, так сказать. Потому что всех она у нас в одиночку поубивала. Вот хорошо, что взял секрет с прошлого уровня. Значительно он сэкономил нам время прохождения этой миссии. Но это, собственно, мы разобрали сейчас с одним, да, чуваком. Естественно, здесь будут ещё и добрые. Но добрые, поскольку они как бы не строят, да? То есть там просто ограниченный у них набор созданий, которые надо победить. Мы сейчас опять при помощи нашего, так сказать, шутера от первого лица, да, всё это сделаем. А, кстати говоря, я пропустил. К нам же в этой миссии ещё, смотрите, какой чувак присоединился. Это самый, один из самых полезных юнитов в игре. Это Орк. Орк, он самый вообще такой крутой... Ну, не крутой боец, но, в общем, короче, у него все основные заклинания боевые. Поэтому на самом деле он, наверное, очень любит качаться в сале, да? То есть у него заклинания очень полезные, там всякие ускорения, защита. То есть в бою он держит долго. Бьёт больно и, на самом деле, очень хорошо себя ведёт в бою. Поэтому... И, кстати, орков, чтобы орки пришли, тут, на самом деле, у нас новое здание появилось. Это казарма. Казарма, это, в общем, такая тоже полезное здание. Мы туда можем поместить отряд, да, наш. И после того, как мы вселимся в какого-нибудь воина, все остальные как бы пойдут за нами. То есть у нас как бы будет шутер, и при этом за нами ещё будет идти армия наших чуваков. Что-то странное, да, сейчас произошло, я извиняюсь. Как-то у меня свернулась игра, неожиданно, но вот развернулась сейчас, но вот всё путём. Что-то я нажал, то есть мы выступаем в роли такого, скажем так, гида, да? Здесь мы сейчас... Так, нам говорят, что нам нужен больший загон. Наделаем ещё песок. Что-то говорят, что у нас золотом на этой карте. Золото он не всё успел добыть. Так он меня достал с этим большим загоном. Сейчас я построю, чтобы он не беспокоился. Всё, делали. Ещё одну комнату сделаем. Так, библиотека нам ещё нужна будет. Так вот, то есть в казарме, я не договорил, да, мы выступаем в роли такого гида, да, для наших существ. То есть мы встеляемся в одного, и все остальные следуют за нами. Очень удобно при штурме вражеской крепости. Нам это уже не понадобится, мы по помощи сейчас одной владычицы всех положили. Так, тут же должны к нам ещё маги прийти, я так думаю. А, нет, не придут, потому что у нас, видите, заполнено. Ладно, мы от муфы жуков избавимся, моих обратных портал отправили. Но мы не нужны, может, нам нужен кто-нибудь поинтересней. Ладно, пока они там страдают, собственно, пикнёй, да, мы сейчас попробуем найти хороших, да, так сказать. Парней? Ваши создания дерутся между собой. О, собственно, пауки нам помогают ликвидировать ненужных юников, да? Так, а у нас, по-моему, хорошие парни-то с той стороны, если память не изменяет. Давай ещё, 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 ещё. Мы, собственно, сейчас опять пойдём на разведку владычицы, да? Девятый уровень. Быстро бегать и всё, и поймать, чтобы селиться в неё. Разломаем вот эту дверь. Ваши создания атакованы. Видите, хорошие чуваки. Ваши создания выигрывают сражения. Ваши создания выигрывают сражения. Вот, кстати, я вам покажу. Вот электрическая ловушка, видели, да, сколько она на здоровье снесла? Я просто вражеская. А, кстати, вот портал, откуда хорошие ребята будут переходить. Надеюсь, тут как-нибудь аккуратно подойти, чтобы не напороться на эти ловушки, да? Ну, мы ничего, у нас есть лайфдрейн, мы сейчас в жизни, если что, восполним. Нам бы найти только на ком можно восполнить, да? Ваши создания атакованы. Кто, 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 где? О, варвар. Варвар у нас живущий, на нём и восполнен. Ваши создания выигрывают сражения. Кстати, почти десятый уровень, видите, у нас? Разработано новое заклинание. Если владыча, тогда 70 уровень, по-моему, она получит сейчас способности репортации. Это вообще будет убийственно для... О, там кто-то есть. Я вижу, там кто-то есть. Ваши создания атакованы. Ваши создания выигрывают сражения. Был. Кто-нибудь ещё у нас тут, кто-нибудь ещё есть. Был, интересно. Сколько у нас тут золота валяется? Это вообще офигеть можно. Ой, вадочка насердится. Почему-то. Наверное. Я догадываюсь почему-то. Так, надо нам добыть золото, что заканчивается уже. Давайте добудем побольше золота. Надеюсь, это можно всё так... О, почти получилось 10 уровень, да? Сейчас скоро она уже начнёт. Я единственное, не понимаю, почему она сербия. Я признаю... Я признаю... Дальше мы ей дадим, чтобы она успокоилась. Хе-хе-хе-хе. Всё, да, порядок? Так, собственно... Так, собственно... О, у нас тут ручник. Так, я думаю... Надо же отправить её поесть. Всё. И теперь можно, собственно, дальше опять. Всё, 10 уровня линит. Так, давай. Сейчас поймаем этого лучника. Ваши создания атакованы! Ваши создания минируют в сражении! Нормально. Это мы как-то медленно идём. Хотя, вроде, ускорение-то применяем. А здесь чё? Ой! А здесь наконец-то не плавал. Так, побежали, побежали, побежали. А здесь пусто. А здесь пусто. Так, тут я понять не могу. А здесь, собственно, наши все враги-то. О, нет! Ваши фавориты не могут достигнуться гола! Делаем по-другому сейчас. День выплаты жалования! Так, надо ещё бесов сделать. Мы сейчас просто сделаем вот так. Мы построим мост туда и построим вот туда. Сейчас у нас бесы будут... Я думаю, даже можно вот сюда мост построить. А, не сюда не нужно. Сюда нет смысла. Потому что там уже всё, да. Разработано новое заклинание! И сюда, наверное, тоже особо нет смысла, да, строить. А, в принципе, сюда ещё можно. Мы здесь ещё не всё исследовали, да? Или всё мы тут исследовали? Давайте посмотрим. Да. Пусть я буду. А, нет, собственно, здесь есть ещё место. Отлично. Так. Пошли. Так, тут тупик. Не варит, что здесь тоже тупик? Здесь чё-то, кажется, есть. О! Разработан проект новой комнаты. Дверь. Ща разломаем. Так, кто у нас тут? О! Ваши создания атакованы. Гном. Ваши создания выигрывают в сражение. Был. Так, кто ещё тут? А чё, всё, что ли? Блин. Так, чё они так по одному бегают? Где они все тусуются-то? Понять не могу. О, кстати, вон там наши бесы территорию захватывают. Здесь что, тоже тупик, что ли? Не. О, здесь чё-то есть. И здесь чё-то... Ой, стоп! А, нет, мне показалось, мне показалось, там кто-то за нами идёт. На мини-карте по белым точкам можно ориентироваться-то. Так. Разломаем дверь. Пусто. Но здесь мы уже были. Я, на самом деле, думаю, вот там, где электрическая ловушка лежит. Ступи во вражескую комнату. Нам туда нужно бежать. Это вот здесь. Надо в центр, наверное, войти и тогда. Ой. Вот, наши, вот видите, наши бесы валяются. О, вот электрическая ловушка в действии, пожалуйста. Получена связь с порталом. Это вот те, которые мы могли построить в прошлом месте. Мы, в принципе, и сейчас их можем построить, так что толку. Да. Выступи во вражескую комнату. О, а здесь у нас что, очень подозрительно? На самом деле, миссия-то, считаете, уже выиграна, да? Мы просто сейчас вот и сидим туда, и ищем непонятно, что вообще мы тут ищем, да? Тут ничего нет. То есть оставить какие-то еще хорошие парни, да? То есть мы сейчас их убьем, и рецепт придет, собственно, и все. Выступи во вражескую комнату! У нас бесы захватывают останки уражеского подземелья. Здесь еще пусто, здесь пусто. А, у нас бесов-то есть почти не осталось. То есть она же ловушек всех убила, да, по-моему? Да, по-моему. Офигеть, сколько можно, блин? О, уничтожили они ловушку, молодцы. Во, все, молодцы. Так, ну все, теперь дальше, собственно, дело техники уже. Построить мосты. Захватить, собственно, все вот это вот дело. Перенести вот это все дело в сокровищницу нашу. Можно вручную вот так это сделать. Вес, конечно, будут таскать, но они это делают очень медленно. Поэтому сейчас вручную все перенесем к нам. Может, надо все золото захапать, чтобы рецепт пришел? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Так, ну, собственно, тут все у нас. Собственно, тоже можно перенести золото в сокровищницу. Так, а что у нас там за новая комната? А, тюрьма. Ну, собственно, да, осталась тюрьма и камера, и, собственно, это все из комнат. Но так ни то, ни другое нам уже, по сути-то, и не нужно. Так, вот здесь может что-то есть? Ничего нету. Ладно, давайте глазом пока разведаем, может быть, что-нибудь обнаружим. Здесь пусто. Давайте по углам посмотрим, может быть, что-нибудь есть. Здесь тоже пусто. А, вот дверь-то, че я туплю? Разработан проект новой комнаты. Так, сейчас вручную все разрушим. Причем комната заперта, здесь, по всему, будет много человеков. Тупик. А вот здесь, скорее всего, сейчас кто-то будет много товарищей. А, еще одна дверь. Тупик. Ваши создания атакованы. Во. Ваши создания выигрывают в сражении. Очень внимательны. Приближается лорд этой силы. Да ладно, это вот из-за этого? Мы пришли, чтобы услышать ваше слово зла. Ваши создания атакованы. Ваши создания атакуют врага. А этот раз понаблюдаем со стороны, да, как это будет быть? Видите, кто делает воин десятый уровень, вот с этими даже вот с рыцарями стерт, его просто и не сажает. Причем, видите, ей вообще почти они ничего не делают. Разработано новое заклинание. Ваши создания выигрывают в стратегии. Все. Ваши создания атакованы. Убила главную и телепортировалась. Молодец. День выплаты жалования. Ну что, можно как раз при помощи орков, наверное, добить этот товарищ. Ну да, все это было, на самом деле, все просто, достаточно. Не зря я в прошлом уровне нашел этот секрет. Собственно, да, я думаю, на этом мы на сегодня закончим. 2-5-2 миссии прошли. Всем большое спасибо. И, так сказать, до следующих миссий. Субтитры сделал DimaTorzok